Друзья, всем привет! Мы находимся на территории мяча. Это классический паркет для классического баскетбола. Вы подумайте, что же мы здесь делаем? Я вам отвечаю. Именно здесь пройдет ночная лига 3 на 3. Это быстро растущее мероприятие, которое под своими флагами все больше и больше людей собирает. Мы пришли сюда, чтобы узнать, что же на самом деле их так объединяет и за что же они так любят ночную лигу. Ну что, вы готовы? Тогда поехали! Дамы и господа, знакомьтесь. Главный организатор ночной лиги. Сережа Груниш. Серег, здорово! Здорово, здорово, здорово! Мне можно руку сжать? Да, нужно, нужно. Ночная лига проводится не первый год. Что это? Как это? Для кого это? Сложно сразу сфокусироваться, скажу честно. Потому что проекты 3 на 3 я провожу очень много и очень давно. Ночная лига – это была совершенно новая история 3 года назад. Все привыкли, что 3 на 3 баскет – это лето, солнце, девчонки, машины, музыка. И для всех было непонятно, можно ли проводить уличный баскетбол в зале. В зале играть намного комфортнее, чем на улице. Здесь нет ветра, здесь всегда чистый мяч, здесь всегда есть хорошее сцепление. Но в этом не суть. Я себе поставил цель своей команды сделать тусовку зимой, как лето. Не важно в зале, в ангаре или еще где-то. Но это была моя первая цель, и мой первый сезон назывался «Ломаем стандарты». То есть я хотел сломать историю, что я был против зальному 3 на 3, какой он мог бы быть. Я был за зальную тусовку. Слушай, но сразу тебя перебью. Главные вообще составляющие именно тусовки. Что нужно для хорошей тусовки? Сейчас уличный баскетбол разделился на две вещи. Любительский и профессиональный. Мы сейчас, наверное, присутствуем на профессиональной части. У нас здесь играют самые сильные команды со всей России. И здесь тоже тусовки. Просто прикол в том, что эти ребята, мы с ними вместе раз и плюс-минус, да, они вышли из тусовки. И для них уличный баскетбол уже является часть тусовки. Но, в честности, что такое тусовка? Реально у нас громкий звук, хорошие игроки, крутые призы. Для нас точная лига, но это в первую очередь крутая тусовка. Тусовка – это жизнь. В принципе, видно, кто как живет, у кого какой опыт был за плечами, есть чем поделиться, есть чем рассказать. Это кайф, это атмосфера, это музыка, это драйв. Как бы баскетбол, где ты можешь себя здесь проявить, показать, вдруг кому-нибудь ты понравишься, попадешь в хорошую команду, например, как вот это. В принципе, вот. Крутое соревнование и место, где можно набраться опыта и получить очень крутые эмоции. Люди должны не только приходить играть, но и просто смотреть. Опыт, шанс, новое знакомство. С кем ты сегодня познакомился? Четвертый этап уже всех знаю. Вот. Как зовут? Я, кстати, Макс. Андрей. Андрей, очень приятно. Вот и познакомились. Еще одно новое знакомство. Ты упоминал о том, что 3 на 3 теперь олимпийский вид спорта. Твое мнение, как это повлияет на развитие этой дисциплины в целом? Плохо. Плохо? Почему? Расскажи. Когда становишься профессиональным, всегда образуются клише. Ты должен вот такой корт, ты должен таким мячом играть, ты должен играть по таким правилам. Это становится немножко неинтересным. Наша идеология всегда была, потому что ты приходишь не сверху, ты должен так делать, а снизу? Как ты привык делать? Вот. Мы так всегда работаем и так будем работать. Ты привык во дворе играть так? Давай, играй. Только я тебе добавляю крутого музона, крутых артистов, призы, кайфуй. И сейчас есть большое разделение, к сожалению, для меня. Сейчас, потому что когда в 2002 году мы там что-то делали, 3 на 3 олимпийский вид спорта, такого быть не может. А сейчас это так. То есть пацаны, которые росли с улицы, могут стать олимпийский чемпионат. Это крутой социальный лифт, но он делит тусовку сильно. Ну и давай немножко поговорим про структуру ночной лиги 3 на 3. Именно в этом году сколько было стадии у турнира, как это все проходило, и что за команды здесь собрались в финале? У нас изначально было 32 команды. Они были поделены на два дивизиона, прикололись, назвали первый дивизион «Олимпийский». Ну типа олимпийские игры в этом году будут 16 команды в дивизионе «Олимпики» и 16 команды в дивизионе «Изи». Ну на «Изи», по кайфу играют. И вот сегодня вот эти команды свистнулись. Очень прикольный момент, который хотел бы отметить, потому что уличный баскетбол – это не баскетбол 5 на 5. Очень все похоже, но он достаточно непредсказуем. Если ты фаворит, не факт, что ты выиграешь. Делай случай, и делай возможности, и делай силы. Поэтому он захватывает. Ну то есть от него кайфуешь, потому что он настоящий. Ну и три команды, за которыми стоит наблюдать вот сейчас уже в стадии плей-оффа. «Давыдов Тим», «Три звездочки» и «Питер». Я надеюсь, «Давыдов Тим». Они обыграют все. Но, скорее всего, будет прикол. Мы сейчас посмотрим. По сути, два шага до того, чтобы уже поднять кубок над своей головой. Какие эмоции, что ты сейчас испытываешь? Главное, булки не расслабляют. Ну, у вас уже есть план, которого вы будете придерживаться? У нас есть план, который мы будем придерживаться. И что ты можешь сказать про своих оппонентов? Нельзя недооценивать ни одну команду здесь. Стритбол такая тема, что может попалиться, и ты ничего не сможешь делать. Нужно быть концентрированным до конца. Хорошие парни. Может быть, вы их разбирали в видеоповторы, как они играют, готовились к тактике. Было такое? Да, мы знаем эту команду и, в принципе, понимаем, в какую игру они играют. И для нас, надеюсь, сюрпризов не будет. Ну, тогда мы все топим за вас. Йоу-йоу-йоу-йоу. Субтитры сделал DimaTorzok Добро, поздравляю. Маленький шажок до того момента, как вы можете получить возможность поднять кубок над своей головой. Расскажи, пожалуйста, про свой полуфинал. Сложно было? Много сил оставили там? Ну, Давидов обыграть, он все-таки не маленький шажок. Потому что мы две игры с ними играли, предыдущие проиграли. Сейчас выиграли. Они расслабились, повели, и мы этим воспользовались. Что можно сказать про своего соперника? Хорошо он вам знаком? Есть уже какая-то тактика у вас на финал? Да, с «Опневой» мы все время с лета проигрывали. Наверное, раз 6 или 8 проигрывали. Потом на чемпионате России один раз выиграли. И вот, по-моему, последний раз тоже выиграли. Но вроде как тоже растем. Надеюсь, что чуть-чуть получше сейчас. Ну что, вам могу пожелать только силы. Только силы и собраться с концентрацией. Один маленький шажок до кубка над головой. Привет, расскажи, пожалуйста, что для тебя ночная лига? Для меня ночная лига? Ой, это мои начальные годы работы здесь. Какая-то отдушина. И место встречи моего любимого мужчины. Он сегодня в финале играет? Конечно. Будешь болеть. Как команда называется? Сопнева. Игорь Негода. Что было самое сложное в этом финале? Что было самое сложное в этом турнире? Очень много и часто игр шли. Будет из Филы доиграть в финал. Что бы говорила. На самом деле тяжело было играть. Очень вязкая игра получилась. Что было ярче? Полуфинал или финал? Мы в полуфинале, по-моему, оставили все эмоции. Поэтому в финале просто шли друг к другу. Когда вы узнали, что вы победители... Мы просто пошли. Да, да, да. У вас даже улыбок не было. Мы даже на раздевалке разыграли на камень-ножницы, кто победит. А, это так делается? Теперь... Не рассказываю. Теперь вы знаете секреты женского баскетбола. Женского цопа. Не, не, женского... Ну, женского цопа хорошо, пускай будет так. Ну, в любом случае, еще раз принимайте поздравления. И с наступающим 8 марта. Ура! Ну что, друзья, я вас поздравляю с победой. Давайте немножко пошумимся. Вау-вау-вау-вау-вау-вау-вау! Давай, рассказывайте, что было самое сложное в турнире, вот, на первый взгляд. Как вы думаете? Приехать сюда. Приехать? Есть еще какие-то? Самое тяжелое. Доехать и потом вот выходить, играть, непросто. Что запомнилось больше? Полуфинал, финал. Что было сложнее? Все запомнилось, все сложно. Это же стритбол. Здесь каждая игра... Здесь... Нет проходных? Нет проходных. Каждая игра тяжелая, она как финал. Слушай, ну ты MVP, ты вообще красавчик. Как часто ты вообще становишься MVP турниров? Не, вот просто первый раз приехал и все, и сразу забрал приз. Ну, блин. Везет, новичкам везет. Раз в год и палка стреляет. А, он палка, да? Конечно. Не я же. Ну и... Можно заканчивать теперь вообще. Все, заканчиваем. Ну что, еще раз с победой. Спасибо большое, ребята.